Я с детства хотел участвовать в изменениях нашего государства, поэтому в 2003 году я поступил в госуниверситет на факультет международных отношений политических и административных наук и закончил по специальности политология. В 2010 году закончил мастерат по специальности политический анализ, поэтому мое попадание в парламент по спискам блока коммунистов и социалистов это был осознанный шаг, которому я шел на протяжении многих лет. С 2019 года по 2021 я был муниципальным советником города Кишинева по спискам партий коммунистов, поэтому приход в парламент для меня это был определенный уже шаг, так как я уже исполнял обязанности муниципального советника в Кишиневе и участвовал в изменениях самого Кишинева. Так как я являюсь кишиневцем, я родился и вырос в Кишиневе, для меня, конечно, в первую очередь хотелось бы, чтобы столица, мой родной город, развивался и, как сказать, был действительно европейским городом, поэтому я считаю, что это можно назвать первым направлением и когда я был муниципальным советником, я делал все возможное, чтобы внести вклад в развитие Кишинева. Но второе из направлений, если после Кишинева можно сказать, это, конечно, социальное направление, я бы так назвал, то есть это все, что касается людей, то есть помощь людям разным категориям, молодежи, пожилым, безработным, то есть это второе направление. А третье направление, это, конечно, общенациональные законопроекты, которые, если вы смотрите, мы поддерживаем, что касательно действительно всего государства. Ну, это, я даже не знаю, как сказать, ну, как минимум осудил бы, потому что закон, как говорится, для всех он един, да, то есть без разницы это коллега, родственник, хотя у нас в этом куматрея очень развито, и мы сами видим, что зачастую люди не несут наказание должного, поэтому закон для всех един, что качество – это плохое качество человека, а, конечно же, в первую очередь поговорил бы, ну, как говорится, донес бы до человека, что он совершает ошибку. К сожалению, у меня не было, как говорят, куметру, да, и поэтому я устроился после своей учебы в больницу на небольшую зарплату. Системным администратором, то есть я, ну, там, делал небольшие операции, связанные с компьютерной техникой, которые, ну, любой молодой человек 25 лет умеет делать. Это первая запись трудовой, которая подчеркивает, что без куметру тяжело устроиться по профессии. Я считаю, что мы должны строить нашу политику, государство, здесь, в Молдове, и находить общий язык и как с западом, так и с востоком. Почему? Потому что в силу нахождения Молдовы в центре Европы, да, географического, у нас очень сильно связывало с востоком, да, то есть связи. И если брать историю, то Дмитрий Кантемир вместе с Петром Первым участвовал в военных действиях. Это было еще более 300 лет назад. Если брать глубже, да, то Штефана Чалмари, к сожалению, не поддержала Европу, да, когда он официально призывал христианские государства поддержать против османского ига. Но я считаю, что мы должны в первую очередь думать о интересах нашего государства здесь и сейчас. То есть брать самое лучшее и с запада, и с востока. Это Библия, потому что для человека верующего это должен быть как путеводная звезда. Но я считаю, что религия – это личный выбор каждого человека. Она не нужна быть, никогда насаждаться, и человек должен сам ко всему приходить. Как политолог я рекомендую людям очень хорошую книгу, называется «Государь» Никола Макевелли. Читая ее, ты ощущаешь, как будто события происходят здесь и сейчас, то есть в наше время. Хотя книга была написана более 400 лет назад. Третью книгу я бы порекомендовал – это «Гости из будущего» Кира Булычева. То есть это фантастика, которая написана для детей. И если человек ее читает, то может переноситься в другой мир. Фактически четверти нету. Почему? Ну как, это кто участвовал в приватизации. То есть мы всей семьей участвовали – мать, отец, брат – в приватизации, и поэтому она разделена. Там еще указано, что у меня машина есть в декларации. «Жигули». Я на ней 10 лет езжу.